Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Ожидали, конечно, может быть и большего. Но вместе с тем мы погодные условия подкорректировать не можем. Мы только должны сделать все от себя зависящее, чтобы при всех благоприятных прочих равных условиях выставить достойным урожаем. Коллега 2000 представников Гомельской области меркуется накеровать во Узброенные силы Беларуси по час летнего осеннего призыва. Сегодня в беларусскую армию отправилась первая партия будущих солдат. Олег Синцеров наведал областный сборный пункт. На Гомельском областном сборном пункте увидены додатковые мероприятия по потребности дисциплины. До конца листопада тут будут постоянно дежурить некольки нарадов милиции. Менавито стойки часу будет протягиваться отправка во Узброенные силы новых беларусских военнослужащих. Эта праздновная кампания началась в Жневне, когда районные военкоматы поступили до уручения повесток. В военной части необходимо накеровать около 2000 человек. Особливых проблем с комплектованием не возникло. Хоть у некого оказались причины для оттерминовки, некого не пропустили медицинские комиссии. До здоровья призывников у Вогули довольно жорсткие потребования. Перед отправкой на областный сборный пункт, яны еще раз прошли медицинский ряд у районных военкоматах. И еще одна контрольная проверка уже непосредственно угомили. Неколький человек накеровывается на додатковое обследование у медустановы с подозрениями на перолом, проблемы с сердцем и острое респираторное захворывание. По заболеваниям сердечно-сосудистой системы, по травматологическим проблемам, по зрению, к сожалению, много. Это вот основные ограничения. 12 граф предназначения, и вот по ним и работаем. По ним мы определяем годность службы в вооруженных силах. Трапить у первшую группу призывников зусим не просто. По сутности, это будущая элита беларусской армии. А тому оприча медицинских до этих военнослужащих. Есть еще и целый шерсть инжих потребований. Чистая биография, это минавито про их, когда до этого поводили себе сумленно, то и на войсковые службы по 200 не повинны. Первая 265 человек идет на укомплектование вооруженных сил. Воинские части – это 38-я бригада отдельная ВДВ, 5-я бригада особого назначения, полк связи КГБ и, главное, военная комендатура. На областном сборном пункте будущие солдаты проводят несколько годин. За этот час можно не только пройти опошню перед отправкой у армии в медкомиссию, а и обменяться ураженными с іншими прозывниками, а еще несколько разов потелефоновать родным. Сотовыми телефонами им дозволяют корыстаться до прибытия в часе. Причем и оттуда еще можно будет сделать несколько звонков близким, как бы не хвалявались. Прас 18 месяцев они вернутся додому и тогда сделать кончатковый вывод, який уплыв на их оказала служба у армии. Паку же, напереде шмат нового и ждание проверить себе у справа для заправдных мужчин. Почас службы у бригаде специального призначения, например. С парашюта можно попрыгать, овладеть боевыми приемами, пострелять с любого оружия можно. Дядя был там, сказал, надо туда идти. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телераду и компания «Угомель». Усягой месяц прайшел после опошнего приезда Жана Ива Бушардзи в наш областный центр. И вось новый визит. Сегодня представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев сустрелся с семьями, которые проживаются в Гомельском городском центре социального обслуговывания семьи и детей. Часовый притулок тут нашли люди, которых у властную родиму примусили покинуть разные обстоятельства, военные действия или их наступства. Сейчас в центре живут пять семья, у которых выховывается семеро детей. На такие встречи они приходят со своими проблемами и просьбами. Никому нужно поспроить у пошуку работы, никто ждет материальной помощи. Адаптоваться в чужой стране за все да складано, а ли вертаться до дому никто не сбирается. Трудоустройство, как было, так остается в фокусе нашего внимания. Мы продолжаем обращаться к различным компаниям в стиле изыскивать возможности трудоустройства для лиц нашей компетенции. Да, нужно признать, что в Гомеле в целом ситуация более сложная, чем в других регионах в этом плане. Но мы продолжаем обращаться в различные организации, уточнять, есть ли в настоящее время какие-то возможности для дляустройства этих лиц. В целом, можно сказать, что в настоящий момент мы говорим о двух-трех людях, которые ищут работу. Но, тем не менее, несмотря на то, что количество небольшое, это очень важно, и мы продолжаем с этим работать. До речи, усягона Гомельщине проживает свыше тысячи замежных грамадян. Это урадженцы Афганистана, Азербайджана, Йемена, Палестины и Украины. На Гомельщине означается рост колькости пожаров. За минулый тыдень на территории региона срегистровано 19 у сгорания, 5 человек загинули. Самая расповсюдженная причина пожара – курение в нитьвярозом стане. Так, у субботы в Гомельщинском районе в приватном доме загинула пожилая женщина разом со своим сыном. Пожарные, которые прибыли на место, поспели вытягнуть мужчину с домика и передать медикам, однако вырадовать его житой часу не хотела. Жанчину нашли праздник кольких хвилин, уже без прикмет життя. Как установлено, у сгорания отбылось в вынику неосерожности при курении. Другой расповсюдженной причиной пожара изъявляется порушение правилов эксплуатации печного оттепления. За пошли 7 дней зарегистровано 7 подобных выпадков. Хотел бы обратить внимание граждан на содержание газового оборудования, правила эксплуатации печного оборудования, потому что, к сожалению, есть летальные случаи, когда граждане закрывают печь раньше, до того, как там закончен процесс горения, и, соответственно, травятся угарным газом. И уже имел место у нас факт отравления угарным газом в Мозовском районе, когда пострадали и в реанимацию были размещены гражданка, двое ее детей, а также медработник, который прибыл по вызову, получил соответствующее отравление. Протягиваем выпуск. Лепшого участкового выбирают у Гомелли. Сегодня стартовал финальный этап 12-го республиканских огляду конкурсу. Кожную в области город Минск представляют три участковые инспекторы милиции и три инспекторы по справах неполнолетних. Финальный этап конкурса распочался с официйного открытия. Семь команд с кожной в области и Минска каля 50 удельников. Правоохонники будут поборничать в профессийном мастерстве по строевой, огневой и физичной подрыхтуции криминалистичной технице. Так само их чекают экзамены на веддание нормативных правовых актов, и ке регламентуют службовую деяность. Современный участковый должен обладать очень большим спектром качества, начиная от уровня образования, иметь соответствующее знание законодательства безупречное, потому что очень непростые ситуации возникают. Ну и естественно, иметь определенный опыт житейский, потому что на самом деле приходится вникать в судьбы людские и принимать решения. А для того, чтобы сделать правильное решение, надо на самом деле иметь этот опыт. Основные конкурсные подеи отбудутся завтра в Знагородец Лепших 17 листопада, в день створения службы участковых. А вот Лепшего студента региона уже вызначили. Подчас конкурсу «Студент года-2016» семи претендентов жюри выбрало представника в области на финале у Минску. Организатором регионального этапа конкурса выступил Гомельский областный комитет БРСМ. Видовичное шоу владилось при поддержке Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Аблова-Канкама, а так само широкого организации областного центра. За напруженной конкурсной братьбой сочила наш корреспондент Вероника Ворошилина. Адураны в учебе и творчестве, энергичные, артистичные, кемлевые. Минавида таких претендентов объеднала с поборництва за гоноровое звание «Студент года-2016». У делу конкурса приняли представники усих высших научных установ Гомельщины. Это без перебольшения, лепшие из лучших студентов нашего региона. Степендыяты престижных, державных премий, дельники международных конкурсов и науковых конференций, активисты студентского самокерованья и Белорусского республиканского союза молоди. На сцене им требовало переодолеть несколько не простых творческих вы пробований. Он, например, оригинально представит себя и свою ВНУ. Мечтаю защищать людей. Хочу иметь семью, детей, чтобы все в реальность воплотить. Решил в Митсоя поступить. Меня обречает знание света. Я этим горд, ведь я студент. Своей задольности и эрудицию молодые люди проявляли у широкого инших интеллектуальных и творческих конкурсов. Их неординарные ауторские номеры сопровождались и философскими разважениями. Усе конкурсанты пришли на конкурс подрихтованными с великим жаданием годно представить свою ВНУ. Почему захотела поучаствовать? Ну, сделать свою жизнь разнообразней. И я надеюсь, что наш университет станет более знаменитым в нашей Беларуси. Это конкурс для меня. Великая махчимость показать свой университет в добром свете. Потому что я лечу, что мой университет самый лепший. Я уже давно хотел поучаствовать в этом конкурсе, но таковая подготовка у меня началась буквально неделю назад. И я, короче, возлагаю очень огромные надежды на этот конкурс и хочу, можно сказать, даже так победить. Ни меньше отказность подчас конкурсу и уже урисся. Ни талиновитых представников студентской молодежи Говельщины им треба было выбрать только одного найлепшего. Тому иные шезагадя визначилися с тем, якими якостями повинен володець саправдный студент года. Настоящий студент года должен, наверное, определять в первую очередь лидерскими качествами. Это тот молодой человек, который может за собой повести актив университета. Тот молодой человек, который активный, принимает активное участие в общественной жизни университета. И тем самым, наверное, выделяется на общем фоне студентов. По выниках усіх конкурсных випробований у генеровое звание студент года завоевала студент Келячевного факультета Гомельского державного медицинского университета Алина Данильченка. Данильченка, Алина! Защищает Гомельский государственный медицинский университет. Шестой курс, лечебный факультет, курс анестезиологии и реаниматологии. Усе удельники конкурса, ознагороджены приемными призами, пера Можца отримала путевку на горнолыжный курорт. До того ж, в худшем часе эта пригожая и талиновитая девчина отправится в Минск, как представить Гомельшину в республиканском финале конкурса студент года 2016. Пожадаем Алине Данильченко творческих поспехов и бездакорного выступления на столичной сцене. Редкую астрономичную зъяву могли бачить жихары планеты минулой ночью. Месяц наблизился до Земли на рекордно близкую отлеглость. Разглядеть его можно было навод без телескопа и сфотографовать на звычайный смартфон. Самая пригожая здымки, сделанная жихарами Гомельской области и не только, собрала Ганна Ковалева. Синоптики прогнозовали в ночь с 14 на 15 листопада Гомельшину накрыли пираменная в облачность. За это, гомеркаючи по комментариях в интернете, жихары не которых регионы увяли полевание на месяц до трех годин ночи. Але, на жаль, убачить его так и не смогли. Гомельчанам же пошанцевало больше. Уже в 10-й године вечера новиновые стушки социальных сеток почали наполняться аматорскими здымками суперполни. До прикладу гэта фото у популярной интернет-суполцы разместил Валеры Киселёву с подписом «Вот такая луна была в Гомеле 14 ноября 2016-го». А гэта фото Амалю 11 вечера опубликовал у Владимир Сазоненко со спасылкой на советский район. А вось так выглядаў месяц над Волотовой, не которые смогли сфотографовать полню навод на 8-мегапиксельный смартфон. И неадивно, минулый ночь, шум месяц был Амаль на 30 тысяч километров ближе до земли, чем звычайно. Опушний раз такое было 68 гадоў тому. На тарыторы Гомельщины надзирать за рыдкой зьявы можно было до самой раніцы. И меркучи па здымках у социальных сетках, жахары в області так и зрабіли. Так, гэтым фото Вольга Пятыхина подзялась ў 6-гадзин раніцы 15-го листопада. Тэш, кому не пошанцевала з надворьям, дякаюча интернету, могли надзирать за зьявы онлайн у розных кропках планеты. Нікаторы абсерваторы света організавалі прамые трансляции. Убачыць місяць можна було і на здымках. Дапрыкладу, гэта Франция, гэта Испанія, а гэта ўже Китай. І нарэшці гэты здымок был апублікованы на офіційне сторонце космічного агентства НАСА ў Інстаграм. І ўсё гэта, як был доказ, популярныя ў тых же соцсетках фразы «Дзібні был кожны з нас, мы заусюду будзім бачыць адзім місяц». Гэта, а таксама іншыя новіны вы можті знайсці на нашым сайті ў інтернэці па адрэсі www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершэны ў студы працывала Наталі Ігнаценка. Я і мае калегі жыдаем вам плённага вечара. Да новых сустрэчу ефіры! Наталі Ігнаценка.